Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 634. События дня. Притча Соломона, 30 глава 6 стих. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом» за 7 сентября 2017 года. Наталья Чернова. Она летом была с сыном Илюшей у нас в гостях. «Спаси Христос, Игнатий Тихонович! Как красиво написано, что кораблекрушение выбросит на остров! Я рада, что нас выбросило на ваш остров, где мы, живя у вас, лечились и продолжаем лечиться вашими роликами. Я старое видео еще просматриваю за 14-й год. Не знаю, есть ли еще ранее. С какого года вы начали их снимать?» Отвечаю. Снимать вначале очень давно, с 60-х годов еще. Но видеоканал наш, открытым оком во свете Библии Игнатий Лапкин, был зарегистрирован только 21 декабря 2012 года. На сегодня... Это как же так? 7 690... Надо посмотреть просто сейчас. Вернусь назад. Ошибочка вышла. А тут у меня, когда записываю, закрываю пипитр... Сейчас посмотрим подписчиков. 7 691... Цифра 1 не дописалась... Ммм... Ну, вот так. Надо подставить потом будет. Сейчас не могу к пипитру пробиться. 7 691 подписчиков. 8 203 наших видео. 7 463 709 просмотров. Наш видеоканал занесен в реестр СМИ. Средства массовой информации. Так что уже приходится и с этим считать все. С их правилами, в их правилами. Ошибка. Она ответила это на стихотворение, которое я послал. За видимым суметь увидеть Бога, невидимого, любящего нас, предусмотревшего, какие ждут дороги, что будет ни сегодня, ни сейчас. Заранее, за годы, за столетия, мастить через кого-то переправы, плетет нам в порона ковы плети, переплавляет у любимых нравы. Заранее, без видимой причины, темничный страж Иосифа скрутил. Располагая так события тычинки, в свой срок эфиоплянина крестил. Не обойтись, не обойти при горькие лекарства, разжевывать, мучительно глотать. При жизни подниматься по мытарствам и понимать, что это благодать. Быть может, до конца не осознаю, как, почему мой жребий так суров. С таким трудом к скрижалям на синае, на горных заповедей ощутить покров. Без тесноты и муки не родиться, кораблекрушение выбросить на остров. Островитянам от меня лечиться, мой опыт, слово, это скальпель острый. Моя страна в чахотке издыхает, фугасы лопаются гнойной нарывы. Путь к водоносам, а пока лохане, сомнительных успехов и наживы. Не будет разбойник пойман и распят, блудницы не схватили б так внезапно. Они все так же с головы допят, сгнивали крепостными у Пилата. Но за событиями наших биографий, за тем, что происходит за границей, У Бога все размерено под график, под будущие книги и страницы. 21 июня 2003 года. Игла, это Игнатий Лапкин. Вот напротив каждой строчки место священного писания, откуда взята эта мысль. Все стихотворения у меня по 9 куплетов, то есть 36 раз, 9 июня 4 и 36, приходится открыть Библию, свериться и расширить знания, просчитайте вот эти указанные места. Скажу, опять же он скажет, хвалишься, хвалюсь, что знаю Господа. Хвалящееся хвались тем, что знает меня, говорит Господь. Дал мне Господь знания в Библии по толкованию святых отцов. Как Феофан Затворник говорит, дан символ веры и толкования святых отцов, и за эту грань не надо залазить в вольные, толкование даю, расшифровку его слов. Это и так правильно. И скажу, что в мировой практике этого не было. Никогда, ни у одного поэта мира по сегодняшний день. А тут увидели у меня, что я напротив каждой строчки доставлю мысль. Вначале уже так же писать, вставлять и говорят, вы показали нам пример, теперь будут так стараться. Приехал один из бывших Потеряевских, ну и говорит, хоть один из наших Потеряевских стал известный. Да какой, я говорю, известный-то? Так вот из стихотворения, там книгу мою достал. Вы понимаете, как умно написано у вас. Я говорю, да как это не мое, это мысли божии. Я их просто так постарался составить. Указал место писать. Да кто-то это еще умнее, вы знали, где это взять. Вот так люди рассматривают. Ну и действительно, вы знаете, по порядку, если сейчас вернемся, посмотрим. Римлянам, вот читайте. Притчи, Иеремия, Царств, Паралипоменон, Второзаконний, Исход, Псалтырь, Бытие, Деяние, Откровение, Иезекииль, Псалом, Перо-Фессалоникийцам, Иоанна, Исход, Притчи, Премудрость Соломона, Деяние, Евреям, Иеремия, Осия, Иисуса Новина, Матфея. Иоанна, Псалтырь, Псалтырь, Экклесиаст, Первая Камейская. Ну, посчитай, сколько раз открыть надо. Юрий Соболев на стихотворение. Уникально. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. Кто-то подписывается, добрый плотник. Еще раз говорю, ни аватары, ни ники не признаю. Ну, и вот бывает просятся человеку, я определенные условия ставлю, как на паспорт, фотографию, это можно сделать, не надо лукавить, крутить налево-направо. Не люблю это, это Бог не позволяет делать, не позволяет, нигде. Все книги подписаны в Библии. Писал Моисей, Иисус, Новин, Ездра, Павел, Матфей, Лука, Иоанн. Зачем это нужно отговаривать? Душа лукавая. Нельзя этого делать, это грех. Добрый плотник, добрый плотник с большой буквы – это Христос. Плотник из Назарета. Зачем? А то Христолюбцы, Свет Христов, а там столько сатанизма, столько дьявольской злобы. Свет Христов себя называет. Или воля Божия. Воля Божия, царионов. Энтео. Еще главное, Энтео. Энне Лоис, Энтео – это неопознанный темный объект, я перевел. Энтео. Спасибо за ваше внимание. Попрошу, если все-таки будете в друзья еще проситься, поставьте свою фотографию без темных очков, чтобы видно было глаза человека. Не надо лукавить, вертеть налево-направо. Это неприлично для человека. Живем один раз. И все скрывается. Патриарх никогда не скрывается. Везде его фотографируют, как есть. Епископы службу ведут. Вы даже здесь, в обращении ко мне, проповедуете истину. С большим к вам уважением приму ваши замечания. А вот не принял. Опять же фотографию заменил, но только темнота и в профиле ни глаз ничего не видать. Не приняли. Так как вы столб веры в пущине темной бездуховности. Ну какой я столб веры? Столб утверждения истины – это священное писание, Христос. Вы, как пророк из Икииль, который лежал на одном боку 390 дней. Да, лежал. И ваша жизнь, слово, проповеди, говорит этому миру о Христе. Да, говорит. Тут соглашусь. Лично меня заставляет задуматься, как Бог работает через одну душу. Спасибо. Спасибо не говорят, а спаси Христос. Мирского отца. Спасибо тебе, Бог. А то видно, что сектант, еретик, говорит. Ваши замечания справедливы. Ну так и поставьте свою фотографию. Свою анкету напишите. Все призналось, все равно остался на том же. Фото на аватаре стоит мое, а там ничего не видать. Наполовину. А работы из дерева тоже дело рук плотника. Причем тут работы, когда речь идет о паспорте. Вы же паспорт показываете на дороге везде и получаете где что-то. Видео тоже с Божьей помощью мое. Снято просто в таком стиле. Видим, как бы сквозь тут скло стекло гадательно. Это о будущих событиях говорится, а не о нашем лукавстве. При иллюминили куда стекло гадательно. Да нигде этого нету. Везде точная фамилия, в аттестатах, в зарплате, где расписываемся. Везде показываем свое лицо. Живу с Богом 21 год. Дай Бог, конечно, такие смелые слова сказать. С Богом жить 21 год. Серафим Саровский и то говорит, когда я в Господь покидал меня, то я ошибался. И Иоанн Караштадский об этом говорит. И Павел говорит, не достигну ли я Христа, как достиг он. То есть уверенности только у сектантов, у юридиков. Живу с Богом, я спасен. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А живет, как свинья у корыца с открытым ртом. Хохочет, да смеются, да животы наробили. Отец четверых детей. Матфей, Тимофей, Ева, Вера. Женат на одной и единственной жене Татьяне. Вот одна жена и единственная. Но это хорошо, что не мусульманин. Проповедуя и жизнью, и словом Христа Спасителем. Да дай Бог. Ну, я так вот стараюсь, я говорю, я проповедую, стараюсь. Уж как Бог примет. Во щах-то Божьих, может, мы хуже грязи всякой. Не могу такие слова вот это сказать. Живу с Богом 21 год. Стремлюсь жить. Стараюсь, да, это явно для многих, что я стараюсь. Сергей Однороб. Не пойму, Однороб, с маленькой буквы все, то ли фамилия, то ли. Спасибо за ваш труд и заботу о душах людей. Я, бедный грешник, полюбил православие благодаря и вам. Слава Богу за вас. Сергей Кумжи сегодня вышел и не спите. Я отмечаю притча Соломона, 24 глава. 33-й, 34-й стих. Это выделяю жирным, курсивым и красным. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Вот мы всегда встаем в воскресенье, в празднике. В 4.40. Ну, мне ради этого приходится и в 3 вставать, чтобы к 4.40 что-то успеть сделать, утренняя молитва. То есть у нас определенный порядок. Вот, немного поспишь. И дети в 5 утра. Такого лагеря я тоже не встречал. В 5 утра. Дети, подъем в 5. И они на всю жизнь это запоминают. Сергей Коимжи сразу, это фамилия такая Коимжи или что. Вы правы, спать нужно либо много, либо вообще не спать. Ну, как вообще не спать? Один час, как Арсений Великий, говорит, необходимо. А когда считаем Леонардо да Винчи, другие не более трех часов. Два с половиной, три часа. Мне Господь позволил спать в сутки два с половиной часа. Два с половиной часа. Остальное время на ногах, работаю. Ну, ты много что успеваешь сделать. Это не сейчас, было раньше. Дмитрий Литовченко. Благодарю за быстрый ответ. Буду изучать тему. Спросила Герман из Стервигева. Я ссылку сделал на наш форум. Ну, вот немножко, что за прошедший день у нас было здесь. Вчера показывал кое-что. Ну, и показать наши ресурсы. Не работаем. Это люблю очень мой мир. Ни с какими другими ресурсами не сравнишь. Его и правда искуростали теперь уже. Видишь, сколько сразу. Сегодня это я перенес с видеоканала. С видеоканала освещения второго мостика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уже перенесла система восемь роликов. Но я оставлю по десять. Вот так. О нашей системе. Когда-то можно было по нему сразу на десять тысяч посыл, двенадцать фотографий. Ну, все это убрали. Но все равно, считаю, хорошая система. Ни с какими контактами. Тем более, одноклассники, там вообще ничего нельзя сообщить. Мне главное сообщить. Я вот на чужие ресурсы почти не захожу. Один раз, если в месяц. Там проверить надо, бывает, режиссер что-то сказал. Ну, или кто-то. Говорят, вот здесь так-то, Путин там. Ну, и посмотришь. Я все время работаю над своими ресурсами. Даже вот в моем мире у меня восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь фотографий. Накапливаются. Приеду около тысячи, сразу поставлю. Видео шесть тысяч девятьсот восемьдесят один. Шесть тысяч девятьсот восемьдесят один. А на видеоканале восемь тысяч двести. Допустим, у Татьяна звонит, старшая сестра. Интересно поставлю. Вот. Если стоит над пустым каким-то ящиком, ну, упирается вниз телефона, тогда вот такой звук издает дополнительный. Случайно узнал. А я так не слышу. Ну, это контрольные мне звонят, чтобы я не проспал. Но первый звонит Никитой Колесником. Четыре сорок ровно. Потом сразу же тут же Надежда Васильевна. А если в городе в стенку стучит, я очень боюсь проспать. Это интимная встреча с Господом. То есть лично моя утренняя часы. И везде надо делать все быстро, быстро стараться и качественно. Кроме молитвы и чтения Слова Божия. Вот два. Спешите делать добро. Ешьте с поспешностью. Везде с поспешностью. А это нет. Ну и здесь еще у нас что тут показать-то. Ну, тут фотографии и это. Дальше. Ну, вот все тут во свете Библии. Форум. Не открывается. Открутит на одном месте. Не удается получить доступ к сайту. Почему? Вот и утром было. Как пришло время мне показать его, так его и нету. Ну, опять поставлю крестик. Хочется открыть, а не открывается. Вот сейчас попробуем еще по-новому. Нет, бесполезное дело. Не дает. Ну и все тогда. Не дает, значит не дает. Наш видеоканал. Я сегодня уже говорил. Вот он наш канал 10. Я поставил роликов. Освещение первого мостика. Еще будет освещение шлюза. Большое. Вот 41 просмотр. Вот 41 просмотр. Иел 3633. Скотт также чувствует происходящее. Вам интересно это будет. Ну и самый большой ресурс наш. Это библейский православный сайт. Сайт. Так, минутку. Сейчас я открою дневник свой. Играм. Вот так. Сейчас. Я на вас сразу не подумал. Придется некоторые данные засчитать. 30 января 2010 года. Мне один человек купил новый компьютер. Вот сайт открыт был. 25 января 2010 года. Вот этот сайт. Очень грамотно открытый. Кто бы не смотрел. Или легко выходить на книги, на аудио, на видео, на все. Это маленько хотя бы так. Форум открыт был 6 февраля 2010 года. Так. Вот это. Ну и 21 декабря 2012 зарегистрировано был наш видеоканал. Вот такие данные. А Мейл.ру еще был раньше. Намного раньше. Я в нем в одном был. И главное в день у меня поступало больше тысячи писем. Вот в моем мире я оттуда многое перенес. Потом на форум. Очень любил мой мир. Ну, представьте, тысячи писем отвечать. Потеряю в начале строить. Полторы тысячи заявок было. И на все было отвечено. На все. Я в год писал. Ну, 1200 писем, кажется. Было. Ну да, каждый месяц по сто. По сто писем конвертов отправлял. Тогда не было ни интернета, ничего нет. Ну, эпистолярное наследие. У меня все сожгли, когда судили. Сожгли письма дядь Йов, которые погибли на фронте. В единственном экземпляре были письма перед боем. Вот я тамщу за брата Пиларет Макар Эммануил Чинареву. И дед их. Это отец их Егор. Моя мать Мария Егоровна. Это их брат. И сожгли все барбары. И после этого только у меня, после освобождения с 1987 года, я переплетчик-реставратор работал, все переплетенные бумажки, 77 томов еще сохранилось. Так переплетенные, как настоящие книги стоят. И оглавления. Вот представьте, 77 томов по 650 страниц примерно. Там все есть. Так за моими письмами, за всем тут и музеи гоняются. И приходят с одного, с другого. По одному листику берут, даже уголок чуть-чуть загнутый пишут. Уголок загнутый. В Краеведческом музее. Почему это история? Эпистолярное наследие. У меня очень и очень богатое. Даже для будущих потомков подготовлю. я посчитал как-то газеты. Я имел доступ к разным. Где вот не продают разные газеты. Более 20 изданий. Ну, газету я разворачиваю полностью и переплетаю с корочкой. Ну, как в библиотеках есть. И вот у меня здесь есть 750 килограмм вес. Если вот газета как свернутая, я подсчитал 13 метров высоты. Вообще невероятно. И написано для будущих потомков. Вот это такое наследие. А те-то, которые нападают вокруг наших ресурсов, у них ничего нет. От зависти лопаются люди. Это плохо. Надо просто работать. Вот у меня сожгли, да, сожгли. Плохо поступили. Да, плохо. Все. И сознались это. И изменения были. И я реабилитирован. И судил с 11 лет. Высудил кое-что. Они должны были мне 11 миллиардов рублей. Миллиардов. Это суд выиграл. Я получил два здания в частное пользование. В личное пользование. Землей. Два здания в центре Барнаула. Старое здание. Там молимся. Там склады. Там все было для детского лагеря. Приезжать людей. Принимать можно как гостиница. Ну, очень хорошо. Вот это Господь сделал. И не я. На нас нападал Роспотребнадзор. Там Дворкин. Все это старались. А не обратиться в Роспотребнадзор. Но, главное, за основу берут, как бы, эталоном Симеон Столбник. На столбе стоит. Не надо проповедовать. Крестить как попало. Надо прямо криком кричать. Ладошкой. По голове мокрой. Бобрызгать. И все достаточно. Вот они сидят там. Галдят. Рождественские чтения. Два года назад было. И Александр Леонидович. Что делать там? Митрополит ничего не может сделать с Лапкиным. Они там подружились. Он понимает. Ну, митрополита свалить вам надо. Но это не так просто. Митрополит это... Меня они ничего не могут сделать. 50 лет воюет. А митрополит не досягаем. Он показал мне. Стучат рогами. Показал копытами. Вот сейчас через 8 дней у нас будет попутно сказать. Престольный праздник. И опять митрополит приедет. Патриархийный митрополит. Сергий Иванников. Алтайский, Барнаульский. Вот. Вот я об этом говорю не случайно. Потому что те, которые нападают, у них ничего нет. И мне их жалко. Я молюсь о них. Но ничего нет. По-любому дело обращаются. Ко мне обращаются люди. Даже нынче и лагеря не было. Из Канады приезжают. И из других мест. И очень-очень издалека. Из Италии. Испания. Помогают. То есть. У меня очень интересно. Вот я показываю сейчас во свете Библии канал. Вот смотрите. Звук и видео. Кто смотрит. Посмотрите. Я сейчас нажимаю. Нажал. Звук и видео. Все. Вот оно. Смотрите. Жития святых. Начитаны. Что тут написано? Аудио Библия. Начитан Лапкиным. Это аудио Библия. Библия. Повторно начитанная Лапкиным. Вот она где. Еще. Повторно. Уже на компьютере. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Повторно начитанный. Представьте сколько труда. Творение святого Иоанна Златоуста. 12 томов. Аудио. Пока в мировой практике этого не было. Это же при советской власти. Когда гоняли, отбирали, сжигали. И наполнил всю страну архипелагом ГУЛАГ, Златоустом. Жития святых. 12 книг. Одним голосом. Добротолюбие. 5 книг. Посмотрите сколько здесь. Допустим я сказал. Жития святых. Это не просто взял да насчитал. Нет. Нет. Это не просто так. Вот я сейчас ткну в них. Смотрите. Ткнул. Открывать будет. И вот идет. Как. 12 книг Дмитрия Ростовского. Чудотворца. Я посчитал этого недостаточным. Взял настольные книги священнослужителя. Выпущенные с патриархом Пименом. Еще. Это огромный труд. Огромный. И сверил 1173 биографии с 12 томами. И еще где-то с чем-то 70 нашел житей. Которые во втором-третьем томе открыли настольные книги священнослужителя. По благословению патриарха Пимена вышли они. И их ставил сюда. Ну там на каждый день. Первый век. Пятый. Десятый. Из 12 книг. Выбрал сначала первый том. И вот оно идет век первый. Вот цифра 1, 2, 3. 1 это означает дорожка. Файл. 2 часа 5 минут. Вот каждая цифра это 2 часа 5 минут. Не считать, а начитывать. Это огромная разница. И вот так. Потом выбрал из всех 12 томов. И из новых святых канонизированных. И второй век. Третий век. Четвертый. Вот смотрите здесь как. Как оно все сделано-то. Так сделал кто-то никогда и никто. Впервые в мировой практике. То есть мировая история. Не просто жития там празднует. Нет, я сделал, показал, как это развивалось. Это история. Первый, второй, третий. И выстроено. Дальше каталог на жития святых. По векам и файлам. По векам и файлам. Вот смотрите. Я нажимаю на нее. Вот выходит. Имена святых. Минута и секунды. Время начала звучания данного жития. Первый век. 5 сентября. Захария. Пророк. И заметьте. Сколько, чего. Длина. Количество страниц жития в книге. Я смотрю сейчас вот направо. Количество страниц. 3 страницы, 5. А тут 10. Кто это 10? Корнилий сотник. Здесь покороче. А вот 38. Кто это? Мария Магдалина. Вот, прижатьте. Файлов. Сколько, чего, где. Вот каждый. Какого числа. Вот оно, видите. Просто имена святых. Минута, секунда. Время начала звучания данного жития. Потому что на дорожке, на, тогда на катушках было. Каждая катушка 375 метров 8 часов 20 минут. Это начиналось, каждый век начинался с новой катушки. Каждый век. А которые там оставались, свободные на дорожке места, я их заполнял творениями святых отцов. Это при советской власти. Всю страну наполнил. Где вы тогда были, крикуны, вякальщики? Где? Ой, там я сказал, я сказал. Ну и что из этого? Лагерь нужно закрывать. Какое отношение лагерь-то имеет к тому, что я не согласен с тем-то или с другим, что с мощами везде ходят, привозят по ребрышку, да, ноги отпиливают. Я не согласен. И у меня об этом говорят, какая-то Анна Владимировна доклад делает. Обо мне специально посвященная тема. Значит, чего-то стоим мы, как говорил у нас профессор Семкин Борис Васильевич, проректор по учебной части АГТУ. 21 тысяча студентов. Я там 18 лет вел занятия. Вот. Ну и что? Ну, напали на меня. Дальше-то что? А надо уязвить. Надо сделать плохо. Как лагеря не так у меня? Да вам лагерем говорить, а 45 лет. Ведь тысячи детей подняты, тысячи. Всяких национальностей, вероисповедания, ни на что не смотреть. Так эти люди уезжают за границу, говорят, если о России сохранилось воспоминание какое, так это только о вашем лагере, что у нас были-то. А эти не были ничего, да непонятно, дети смеются, как там. Это стресс, когда вот объясняют его проступки. Что вы понимаете? То у тебя лагерь был? Как-то Степаненко Максим говорил, мы на неделю взяли, на неделю детей. И то не знаешь, говорят, куда что поставить. 45 лет ни один отравленный, ни один не был отравлен, ни один поврежденный, ни один не погиб, ни один не потерян. 45 лет, повторяю, я создатель и начальник детского лагеря. Вот нападают, давайте лагерь разрушим. Это прямо открыто говорят. Александр Леонидович Дворкину, это надо Роспотребнадзор написать. У меня, ну если вы желаете, я могу это просто открыть, что они там говорили. Это в аудио все у них, они выставили. Я попросил Никиту Андреевича Колесникова, он мне переписал, переписал. Я могу даже сейчас показать, что они там говорили, забыв. Это безбожники собрались, они не верят, что суд Божий будет. Они судят, ни разу не встречались, судят, судят за дело. В Роспотребнадзор, да, Роспотребнадзор, да врут на попролое. Я был баптистом, ни одного дня во всей нашей природе не было. Ни одного, кто хотя бы одну минуту был баптистом, ну не было, ну вранье. Был, так скажите, где я был. Где? Каким образом? Найдите хоть одного свидетеля во вселенной. Ну зачем врать-то, значит недостаточно обвинения. А вот дети там издеваются. Прокуратура исследовала, прокуратура, краевая. И ответ, дети чувствуют себя прекрасно. Наказание есть, говорит, оно чисто символическое. Никакого издевательства нет. Проверено, у меня документы. Он психически ненормальный. Я проверенный. Криминальный психиатрия Кемерова, когда арестовали, так было сколько. И посчитайте мои характеристики из этих органов, из психиатрии. Я как обращался к заключенным бесстрашно и что признан нормальным, меня и мы меня судили. Дурака не судят. Ну вранье сплошное. И бога не бояться. Рождественские чтения. И вот Роспотребнадзор закрыл Лапкина. Никто не закрывал. Зачем же брать-то? Вы бога не боитесь. Напали они 18 июля. Не напали. Приехала полиция. И они даже не зашли в ограду. Полиция-то нам никакого зла не сделала. Сколько раз начальник уголовного розыска нынче приезжал? В прошлом году. Хорошие отношения. Ну, брешут собаки. Как про вакуум говорил. И я лаял Никона. Так и это. Ну зачем брать-то? Не было. 18-го. В 22.00. А уже в 23.00 я лагерь расформировал. И его больше нету. А они подали в суд закрыть лагерь на время действия. Через 8 дней только. Через 9 дней. И только суд состоялся и не удовлетворил. Это редчайший случай. А Роспотребнадзор все разоряет. Страшная организация. Страшная. По полтора миллиона штрафы только. А для нас она хорошая организация. Для нас хорошая. Я закрыл лагерь. Покинули моего. Имущество все передали. Собственность деревни. Строение. Все. И ушли. И в следующий день уже собрание собрали. Я сказал. Мы будем приобретать несколько домов. Пригашать гости. По всей деревне рассыпемся. Ну а порядок тоже самый. Вставать рано. Ходить по ягодам. Купаться. Кататься на лодках. Тут все есть. Игры. Работа. Допота. Вот. И все так и было. Нынешний год прошел. Прекрасно. И в такие мы дома. Светлые. Электрищество проведенное. Ну и вот приехали тогда нынешне сколько здесь. Мальчики и девочки. Это не мальчики у Никиты. Девочки у Володи. С матерями. С родителями. Главное это приехали. Так. Наталья Чернова с Илюшей. По одной причине там. Они в отдельном доме были. Приехали на крещение. Были в отдельном. Вот я показываю. Вот уже четыре пальца загнул. Загнул. В четырех домах. Вот. Я живу в пятом. Вот. Где у нас еще тут были. Так. Теперь приехало сколько еще людей. А они на Саманном были. Шестое. То есть. Вот мы приобрели. Бог дал нам средства. И что интересно. Помогают мне евреи. Мусульмане. Баптисты. Католики. И они еще помогли достать. Купить из Испании. Прекрасные люди. Православие нашли. Католики. Еще из нашей ресурсы. И мы даем отсчет. Как в магазине покупаем всю эту технику. Там. Как не знаю их даже назвать. Комбайн. Кухонный. Или что. А потом надо холодильники. Из Италии помогли. У вас еще этого нету. Вот я показываю. Смотрите. Первый век. Второй. Третий. Я только прокручиваю. Смотрите. Нельзя. Вы заходите на сайт. Прокручиваю. Третий век. Вот оно. Смотрите. Все имена. Какого числа. Первого февраля. Такого-то. Страниц. Главное. Вот так, чтобы глянуть. И страниц. Сколько. Житие большое или малое. Ну, нет такого в интернете. Нигде нету. С какой любовью все сделано. То есть Сергей Пупков помогал еще график составлять. А вот дополнение. Настольная книга священнослужителя. Ипимах. Ипимах. Космай Дамьян. Ирина. Кирилл. Ипископ Партинский. Это из второго-третьего тома настольной книги священнослужителя. Степан. Папа Римский. Астерий. Дальше. Продолжение День Святой Жизни. Метрополита Григория Санкт-Петербургского еще до революции. Вот пустые здесь страницы не указаны. А творение Василия Велики, Анзла Тауса Зрелища. Это чтобы заполнить дорожки. Следующая дорожка, 4 век, начинается с новой катушки. Вот полстраницы 0,5 направо. Смотрите, где я иду. Вот здесь вот. Ну и дальше, дальше, дальше. Вот 4, 2 файл, 3 файл. Каждый файл 2 часа 5 минут. Ну, небольшие. А вот есть файлы, прямо вот, Спиридон, 20 страниц. И рядом Евгений, 28. Вот 9 файл, он такой коротенький. Почему? Ну, коротенький, 2 часа 5 минут. Но всего 2-3 кассеты их поместилось. А другие больше, потому что страниц меньше направо. Как удобно пользоваться. Еще не начинал слушать, а уже видно, ага, какой файл, на какой странице. Бывает, время тут указано. Это я 2-й век показываю. 2-й. Это 4-й век сказать, виноват. А вот Семен Столбник, 1 сентября, 24. Вот, 28. Вот. Это память своих мучеников. Нет, это Даниил. Ну да, Даниил, так проведу. Даниил. Вот. А вот дальше еще 26. Александр неусыпающий. Ну, вот так вот. Я прокручиваю. 6-й век. 7-й век. И везде вот пустые строчки, вот справа, справа. Вот тут оно все выделяет. Это именно взято из настольной книги священнослужителя. Продолжение номер 11-й. За 79-й год ЖМП. Журнал Московской Патриархии. Какая была работа? Даропей Симеон Новый Богослов. Игнатий Богоносец. Климент Римский. Поликарп. Ерма. Пастырь. Все там есть. Послание Климента Римского. Все здесь. Игнатия Богоносца. Ну, у вас-то ничего нет. Ну, заходите, берите даром, любезное. Ну, сколько же можно вам сидеть на своих дорожах? Ну, зачем вам это нужно? Со мной еще бороться-то. Ничего за мной нет. Вот дальше. Это 10-й век. Я прокручиваю все. График составленный. Это не именно. Это зло озвучено. Продолжение Добротолюбия. Пятый том. Добротолюбия. Это Филипп Григорий Синаид. Том 5-й, 218-й. Настольная книга священнослужителя. Вот я указываю здесь. Вот вожу курсором. Ну, есть такое. Нигде нету мировой практики. За 2000 лет, повторяю. За 2000 лет нигде нету. Мне везде Господь позволяет быть первым. Самое большое житие Серафима Саровского. 61 страница. Явно, что она придумывала тут. Больше глаз. Ну, я это и говорю. Но ни одной буквы не выбросил. И ни одной не добавил. А комментарий отдельно я могу сказать. Дополнение. Вот так. А это вот 20-й век. 19-й век. Тут уже все, которые... Тут не указано страниц. Ничего. Они коротенькие. Настольные книги священнослужителя. Вот вы увидели. Увидели. Показал. Начитано. Латкин. Да, начитано. Вы можете показать. Не можете. Слушают люди. Да, слушают. Да. Ну, сейчас я не знаю. Поскольку на видеоканала... Во свете Библии сайт. Вот. Ну, не меньше, наверное, тысячи человек в день. Ну, это что-то говорит. Значит, нуждается во свете Библии. Ну, учитывая, что это с 10-го года, ну, это 7 лет. И умножьте на дни. Люди находят. Находят. Ну, если просмотров только на видеоканале 7 миллионов и к СМИ отнесли на защите есть, ну, остановитесь. А нет, книги экстремистки в библиотеке было. Она говорит, а книги-то они занесены экстремистки. А Михаил Кармаев сразу же вышел на директора. Расскажите, пожалуйста, книги Лапкина есть? Есть. А что-то сейчас о работе ваша сказала экстремистки? Директор сразу смекитила, как говорят. Нет, нет. Нет, эти книги читают, семинарии тут просят, выпрашивают у нас. Мы там дали, не дали, не знаю. То есть сразу назад. Если экстремистки, покажите, где экстремистки? Ну, православные нападают, что я у священника католического ксенза благословляюсь. Так это разве экстремистки? Это наоборот. Это вы их ненавидите. Вы экстремисты-то, а не я. А вот он с баптистой молится. Так это как раз и говорит, что я не экстремист. Я же не старообрядец. У тех все. Ты еретик, переходи к нам. То есть все еретики экстремисты. У них литературу заносят в экстремистки. Мусульманскую. А моя нет, не занесена. А зачем? Вот жития святых. Вот сейчас назад, только верну назад. Вот архипелаг ГУЛАГ, занятия по изучению Библии, государственные фильмы, занявшие Златоуст из Потеряевки. Фильм занял первое место в России. Вот. Глаз вопиющий. Второе крещение Руси. Еще какой Ствердловской студии. Причувствие. Первое место на международном киноконкурсе. 25 раз только кадры идут, а потом я говорю. И слайды здесь какие-то. Ну посчитайте просто, зайдите. Ну не надо злиться-то. Мусульмане между собой же не будут друг друга пожирают прямо. Ну не такой я, не такой. Я согласен, не такой. Но вы судите меня во свете Библии, по святой Библии. 12.48. Евангелие от Иоанна. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Мне это понятно. Я это принял. 27 сентября 1962 года в 17.00. Когда я учился в высшем мореходном училище и работал на корабле. Ну у вас же ничего этого не было. Я понял, судить Бог будет по Библии. По слову Его. И по Нему надо жить. По Нему и судите. Зачем вы? Ваш суд-то неправеден. Судите меня так, как Господь судит. Я не против. Вызывайте меня. Вызывайте. И отдавали книги-то мои на исследование. И Дворкину. Дворкину. И в монастырь в Одессе. И в Киево-Почайскую лавру. Мне все сообщают. И ничего нету. Ну вот книгам-то не два дня, не три, не четырнадцать лет. Ну можно было бы что-то хотя бы найти, представить в обвинении. Нет ничего? Нет. Как мне пишут книги, которые находятся даже в королевских библиотеках, в библиотеке личной у Путина Владимира Владимировича, настоящего, нынешнего президента Российской Федерации. Книги мои находятся у Медведева, у Патриарха. Ну там вы не вырвете их. Полностью все 38 книг библиотеки имени Лейна в Москве, в парламентской, в исторической только в Москве. И в Тишиневе, в Киеве, в парламентской, в национальной. Вам не взять книги. Не взять. То есть мне Бог положил на сердце, чтобы достать машину, купили новую «Газель» и проехали по всему миру. Везде и по Турции, и везде оставил книги. Даром. Даром. Речь идет о миллионах вкладах туда. Бог сделал так. Это я на наш ресурс сегодня сослался. Ну вот увидели какие. Я выключаю. А вот. Тут 4124 вопроса ответа на сайте. И вот один вопрос. Это мне задают. Вот я в пяти университетах одновременно вел занятия. И три радиопрограммы. Две онлайн, как говорят. Одна часовая была. По эфирному времени занимал первое место в Алтайском крае. Телевидение, радио. Вопрос. 1568. Шестой том открытым оком. Вопрос. Повсеместно в оправдание своих грехов и нарушений по велению Христа. Матфея 26, 52. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место. Ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Это вопрос, записка мне поступила. Откровение 13, 10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Вопреки этому православные патриоты приводят слова. Ну и дальше здесь 13 глава, 1 стих я опять выделю. Всякая душа добудет покорно высшим властям. Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию становлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получи похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся. Ибо он не напрасно носит меч. Он отмститель в наказание делающим злое. Делающему. Вопрос это все. О какой власти идет речь? Которая соответствует своей природе как Божьего становления? Или когда меч начальника направлен против добра и в защиту зла? И ведь пытается горячасть, и кипя говоришь. Видишь, видишь, про меч сказано, вооружаться надо. Власти слушаются. Коли воевать пошлют, жену и детей защищать. Отечество. Должна ли церковь в таком случае и верующая к словам Христа приложить все усилия, чтобы остановить меч в беззаконии? И каким способом? Повторяю, занятия идут не в тихом уголке в университетах. Там сидят представители власти, администрация краевая, районная, ФСБ, прокуратура. У меня очень большая аудитория была. Первое время человек по 750. Актовый зал АГУ. Ответ даю. Стоя за кафедрой. Когда апостол писал это, то на земле не было ни одного верующего царя. Но апостолы уже тогда призывали чтить царей, молиться за них. Ну где у меня тот экстремизм? Я доказываю. Вопрос это по Писанию. Сегодня кому эти вопросы по Писанию вот такие задают? Посмотрите, кто там больше всех выступает. Первое Петра 2.17. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Первое Тимофея 2.1.2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Во всяком благочестии и чистоте безмятежную, то есть небезразличную, нерасслабленную, чтобы не было революции, мятежа. Но этим же правителям был дан барьер, за который они не могли переходить. Вот понимаете, это я даю за кафедрой и даю ответы, или по радио, сейчас нельзя сказать даже. Деяние 4.19. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Первое Коринфянам 10.15. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Про меч сказано, но где этот меч? Ясно, что у царствующих. Но там нет ни одного верующего. Вот этого принципа и нужно придерживаться, а не засылать своих агентов в рясах в ряды этих служителей меча. И тогда будет легче бороться против проникновения агентов с мечом в рядах попов. Ни одной буковки нет в Новом Завете, чтобы христиане искали меч для защиты жены и детей. Как будто вдруг во всем мире прекратились войны и агрессии. Коста-Рика, примерно. Коста-Рика. Отменили армию, вообще только полиция одна. И все бросили на образование, медицину. И одно из первых мест по уровню жизни сразу стало. На самом же деле случилось нечто, что сегодняшним патриотам еще и неизвестно. Христос взял под свою защиту своих верных служителей. И отныне они делаются патриотами небесного отечества, о котором подробно разъясняет апостол Павел. Вот патриотизм. Патриотизм. Ифистианам 3.15. От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Евреям 11.15. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Выходит, что и в Ветхом Завете были все же патриоты небесного отечества. Так что же, еще и до уровня этих патриотов сегодняшние не доросли. Ни одного слова нет в Новом Завете, чтобы христиане начали вступать в армию своих государств и стали бы выполнять функции силовых структур, выполнять приказы безбожных правителей. Этот абсурд возникнет потом, когда дьявольская симфония объединения и несоединимого. Небесного и земного. Эта кухня заработает от равноапостольных, в кавычках, императоров на пользу сатане, земному его царству. И поощрять будут не добро, мирность, не брать оружие в руки, а будут поощрять и награждать убийство на войне, считая его и законным, и похвальным по образу Ветхого Завета, о чем известно было и Афанасием. Верующие могут остановить это безумие сумасшествие церковных и мирских кровожадных властей своей мирной молитвой и не участвовать в этих делах дьявола, человекоубийцы и лжеца. И всячески обличать этих служителей мрака в рясах, которые несут даже должность по связям с силовыми структурами и казачеством безбожным. Ну а что еще можно просчитать на эту тему? Ну я тогда сейчас покажу. Вот смотрите, мы войдем снова во свете Библии в наш православно-убийский сайт. Вот тут он показывает, к истинному православию я выделяю. Я воткнул сейчас, к истинному православию, это моя книга. И вот смотрите, здесь есть. Итак, а я вам говорю, любите врагов ваших. Страница 299-я. Пожалуйста. Здесь все сказано о войне, о присяге, о альтернативной службе. Вот зайдите сюда, ткните только и получите ответ. Здесь все, а посте... Смотрите, к истинному православию, И.Т. Лапкин. Пользуется браузером интернет-эксплозер. Или Firefox. Firefox, непонятно еще тут. Огненные леса. Слово Божие, Священное Писание. Заголовки о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, об исповеди, о священстве, о церкви. Вот о священстве и о церкви, это всем сектантам и эритикам, которые скрылись под названием конфессия, динаминация. Конфессия, динаминация. Да это слово ересь сатана прикрыл. Прочтите две вот эти темы, о священстве и о церкви. У вас нет священства и вы не в церкви, вы еритики все, начиная с баптистов. А дальше о милостыне, спаси Господь, от ложе, объединение, от пьянца, от забот житейских. Отцы и дети, то есть вот кого как почитать, о слове, то есть что на русском языке, о сне, о благовестии, о семье, о брадобритии, о табакокурении, о бодрствии, о подделках церкви, подмене. Божий храм торговли несовместимый, говорю, любите врагов ваших. Вот это как раз о том. Гордость папства, человекоубийство и ложь в Ватикане. Фатимская весть, трагедия или надежда. Три темы католикам. Это документальное все. Ну и дальше все здесь находите. Дальше начинается, здесь же Библия открывается, первое. А если наткнете, допустим, вот сейчас кто-то решил, ну, просчитать, я сказал. А я говорю, любите врагов. Сейчас я, смотрите, я ткну в него. Все открылось. Вот тема. Вообще прекрасно все сделано. Вот так, теперь возвращаемся назад. И на этом, считаю, сегодня все. Все. Давайте acts. Продолжение следует...